Биби Гуль Таужанова Это директор Народного музея Старый Уральск Геннадий Леонидович Мухин И также сотрудник этого же музея, а еще и писатель и член Союза писателей России Александр Петрович Елфимов Добрый вечер Добрый вечер Спасибо, что вы сегодня любезно согласились принять участие в нашей передаче И сегодня, Александр Петрович, готовясь к этой передаче, мне все-таки хотелось бы начать именно с этой стороны вашей деятельности, как писателя С чего все начиналось? Наверное, можно здесь вспомнить Юрия Васильевича Баева, известного журналиста и редактора газеты «Талап» и «Надежда», когда он говорил Человек берет в руки перо тогда, когда уже невозможно не писать Когда уже невозможно выдержать вот тот внутренний напор всех этих мыслей, с которыми хочется поделиться с окружающими Все это у меня получилось достаточно уже в зрелом возрасте, когда я писал родословную свою И в конце были мною записаны вот эти обыкновенные тетрадки в клеточку Те небольшие эпизоды из жизни нашего рода И когда вот эти эпизоды, эта тетрадь попала к Юрию Васильевичу Баеву не по моей воле То он меня сразу пригласил к себе в редакцию газеты и пошла целая рубрика «Уральский парнас» Потом заметили наш Евгений Иванович Коротин, профессор, Николай Михайлович Щербанов, наш замечательный писатель Ныне покойный Николай Федорович Корсунов и так далее, так далее Вот с этого все началось Вот с этого А получается, вы начали именно писать про свою родословную, да? А вот расскажите об этом Получилось так, что мои родители очень пожилого возраста Я седьмой ребенок в семье, семь детей и мамане с папане девять человек Я последний И вот когда папане второго года, 1900, мамане 1909 И однажды они заболели Я не знал, что делать, естественно, все прибегали Но поскольку мы жили рядышком совсем, прямо в соседних подъездах То я большинство внимания уделял им И однажды, вот как-то сказать, там, по Божьей воле, что ли Мне вот пришло в голову Я спросил у своего отца Папань, а ты своего дедушку знаешь, как звали? Он говорит, как же я не знаю А лежит больной Это уже было под 90 лет возраст Получается, раньше вы как-то этим не интересовались, да? Не интересовался, но не подходил А здесь я не знал, вот как отвлечь от этой И вдруг он мне стал рассказывать Я и дедушку знаю, и прадедушку знаю Я быстренько взял листок, карандаш, чтобы ручка не закончилась И начал все записывать Какие-то вещи, ну, женщины и мужчины, вы знаете, какие у нас казаки Маманя говорит, это неправильно, услышал ее голос Она тоже лежала в соседней комнате Тоже, ну, не без движения, конечно, но очень больна И вот они стали спорить Потом я обратил внимание, что они уже сидят на диване Один на диване, второй, значит, на кровати И что-то себе друг другу доказывают Ну, якобы ты не помнишь, а я помню Или наоборот И вот, значит, я увидел, что вот в этом есть какой-то оздоровительный момент И тогда я все это продолжил Таким образом, два полезных дела получилось у меня Я и записал родословную отцовскую линию родства Материнскую линию родства Всех, кого они, естественно, помнили И вот каким-то образом они вот, видать, внутренние энергии Их воспоминания, хотя они были очень достаточно пожилые люди Им позволило поправиться вот на тот момент Ну, вот расскажите об этом, о своей родословной чуть-чуть прям По линии отца мы природные казаки Вот, как называют, кровные родовые казаки Корешок мой с Богатска То есть мой прапрапрадед Вот родился и вырос в станице Богатской Это далеко туда ниже За Чапаевом Который сейчас вот там есть Потом, значит, получилось так, что вот три брата с Богатска Они жили в одном поселке В начале 18 века Решили два брата выехать с этой станицы Один, значит, брат своей семьей приехал в поселок Круглый А второй уехал в поселок Лебедок Так вот, я отношусь к веточке, которая идет с Лебедка Мой там, значит, прапрадед, там, Григорий Александрович Потом идет Семен Григорьевич Потом идет мой папа, то есть Семен Александрович Потом папа мой Петр Семенович И вот это все там определенное берет Есть специальная формула, как писать вот эту родословную И вот далеко-далеко ушел 18 век Тот брат, который оказался в Круглом, этот род пресекся Почему? Потому что маманя у меня с Круглого Сама родилась там в 909 году И на мой вопрос Ты помнишь кого-нибудь вот из Ялфимовых? Она говорит, уже не было на тот период Ну, то есть рождались девочки И вот этот род, род пресекся Богатский корень Очень тоже такой могучий этот корешок Вот воли и судьбы Ничего случайного нет на этой земле Вот где сейчас у нас вот есть там земельный участок С семьей, с женой Председатель оказался тоже Ялфимов Вот он как раз из этого богатского корешка И он очень разветлился И там замечательные люди, и ученые есть Живут они в Москве много Где-то какие-то другие живут в других городах То есть вот этот род продолжает жить Если так прикинуть по возрасту То ему где-то там 400-500 обозримым Обозримого, насколько я туда ушел Где-то 500 лет уже этому роду есть Маманин род очень известный и знаменитый Она Чернова Вот один из тех Это доказано документами Все это есть Один из ее предков Это Аким Чернов Герой Иканского сражения 1864 года Он есть на фотографии Он родился вот именно там Вот в этой поселке Круглый Потом его уже потомки стали офицерами И род такой тоже И были лица духовного звания Поступали в Оренбургский кадетский корпус Получали Служили, получали офицерские звания То есть род вот такой военных людей Это по маманиной линии А вот вы сказали в начале передачи Что у вас в семье семеро, да? Да Мальчики и девочки Четыре брата и три сестры Ну, к сожалению, сейчас уже не все Потому что, вы представите, какой Сестрица, самая старшая, 28-го года рождения Ее, естественно, нет Нет еще брата второго, 30-го года Вот, и нет брата 45-го года Остальные, ну, пока живо-здорово Ну, вот, Александр Петрович, получается, все-таки не случайно, да? Ваше творчество, именно вот, как писателя Связано именно вот с жизнью казаков Почему вот именно Теперь понятно, почему вы именно вот такое направление В своей деятельности, в своем творчестве выбрали Вот маленький был Еще в школе не учился И вот чудом сохранившись после страшной гражданской войны Казаки настоящие У которых вот такие бороды большие, длинные Там какие-то необычные женщины Это они где жили? Здесь у нас? Мы уже жили в Уральске Я родился в Серебряковом Но там не жил ни года Потому что получилось так, что семья большая В Серебрякове, значит Я только там был как прописан Что я в Серебрякове родился И в этот же год, в 48-м году Семья вся переехала в Уральск Почему? Потому что уже все были взрослые Я же самый младший, седьмой И они пешком, каждое утро С Серебрякова, 22 километра Ходили работать старший брат в депо Сестрица и вторая сестра в Клара Цеткин Сейчас нету этого здания И папа принимает решение переехать в город Потому что дети выросли Один учился, как говорили тогда В ФЗУ, ремесленное училище Вот, значит, туда и переехали Таким образом у меня только запись в Серебрякове А я вырос и родился здесь, в Куренях, кстати Где вот сейчас Площадь Победы Вот, и вот Маленький бегал У нас были коровы, лошади были И куры были И вдруг в какой-то, значит, такой легкий Оживление в доме Это были 50-е года Не совсем там сытые Но я об этом не говорю никогда Потому что всегда было поесть Надо трудиться всегда Была и картошка, было какое-то там мясо Была там капуста и так далее И вот оживление И я интересовался И мне папа не говорил Быстренько двор давай подмети Нынче гости приедут к нам Вот, приедут оттуда Издалека Из Чапаева там Или Лбище тогда называли И вот я весь в ожидании Вот, приезда гостей Ворота, естественно, открывались И они были открыты И вдруг я слышал, значит, там Лошади выезжают со стороны Вот Новокирпичного теперь По Пугачевской Потому что вот здесь мы жили И вот лошади все Если зима была покрыта инием Заезжали сюда Там начинались Казаки, они крикливые И ралашные, как мы говорим Там, ой, ой, обниматься Там женщины, целоваться Вот, заводили лошадей Покрывали попонами их Нельзя было сразу выпрягать И вот я смотрел на них И я видел необычных людей Не таких, каких, как в городе живут Вот такие бороды Глаза такие Всегда остренькие Мужчин Женщин с большими Черными, круглыми глазами Потому что казак Это смесь всевозможных кровей Турецких, персидских Азиатских Калмыцких Всяких кровей И вот это Люди Они, значит, были Какого-то Совершенно другого вида Ну и все-таки Какой-то отличительный Такой, да? Конечно Мужчина, значит, там нос с горбинкой бывает Такой, что смотришь Турк Турком Ну это Православный Он казак уральский И вот они, значит, заходили Все было чинно Маманя там уже все Стряпала, готовила на столе Вот они снимали с себя Тулупы, полушубки Тулуп в санях оставляли А полушубок Заносили домой Вешали Там валенки снимали Там еще что-то Женщины начинались Раздеваться Она тулуп сбросила в санях У ней тут плюшевая душогрейка Она ее снимает Плюшевая Назвали москвичка Такая Снимает У нее там кофточка Потом, значит, кофточку снимет Но косынка всегда на голове Всегда на голове Остается Как называть Газовая косынка у меня Газовая Ну то есть прозрачная Да, да Или легкая кашемирка Она ее спередержит вот так Стала тепло Но всегда сидит в косынке Всегда Завязана вот сюда Назад вот так А бабушки старенькие Вот здесь Или приколочкой Булавкой соединенной И вот все рассаживались За стол Папаин там наливал По рюмчику Выпивали Очень мало Очень Одна бутылка А мне казалось, что наоборот Что вы Нет Они не курили никогда Это уже старобрядцы Все изначально были И вот разговаривали Самое главное Вот этот дух Принесенный ими Со степи Это запах снега Мороза Полыни Я чувствовал Как пахнет Вот этого степного сена Из саней Я видел этих лошадей Которые стояли Еще у нее спряженные Нельзя сразу распрягать Потом только Значит попону снимали Начинали потихоньку Распрягали И опять не есть Не пить лошадь не давали Опять покрывали попоны Вот она остынет Как-то так говорили Да Вот тогда уже Можно было Иначе она Ноги сядет на ноги И все Получается Александр Петрович Все-таки детское восприятие Вот это детское восприятие И когда вот я вошел в возраст Написал Вот это В каком возрасте Ну где-то уже 37-38 лет Прилюдительный год Юрий Васильевич Буквально вцепился в меня Царство Небесное Я прошу тебя Все что ты помнишь Напиши Если бы вот не этот человек Возможно бы Возможно так и прошло Но виновником Главным является Мой троюрный брат Сергей Андреевич Сайбель Он художник Он сейчас живет в Самаре Вот здесь у нас В выставке его проходит Он без моего разрешения Желая мне сделать приятное Отнес Юрию Васильевичу Баеву Вот эту тетрадку родословной Там была еще известнейшая Наша поэтесс Татьяна Николаевна Азовская Она там работала В этой в надежде В газете Ответственным секретарем То есть вот это Влияние каких-то Добрых людей Душевных Очень дорогих Моему сердцу людей Брат Юрий Васильевич Татьяна Николаевна Азовская Вот все повлияло на то Что появилась Первая книжечка Самая маленькая Она называлась Зарубки А зарубки Мы народ степной знаем Там значит что-то сделал И значит На палочке Ножиком Раз-раз Получилась зарубка Зарубка на память И потом Петрович Извини перебью Ты не сказал Обычно вот казаки Когда приезжают в гости Друг к другу Детей за стол не сажают Детей провожают А Петрович Как самый младший На печку Раз Из печки Слушал все песни Все разговоры И отсюда вот У него вот такие знания Понимания Вот этой Всей ситуации Вот этого И он Таких мало осталось Людей Которые вот являются Носителями языка Вот этого казачьего Вот Геннадий Леонидович Раз уж вы вот так Ой извините Нет нет Все нормально А вот расскажите Сколько вы уже знакомы С Александром Петровичем Мы дружим уже 16 лет Да Однажды Ну встречались так Но однажды Вот он когда писал книгу Не эту А вот первую И такая группа людей Заинтересованных Собралась И И меня пригласили И он читал Главы своей книги И сидели там Кроведы Историки Литераторы И вот Александр Петрович Читает Мы все заслушаемся Ну какие-то там Допустим раз Какое-то замечание Ему там скажем Но он реагировал Всегда по-доброму Если был согласен Критики относился Да Если он был согласен Он исправлял Если например Он был не согласен Нет друзья Я лучше вас знаю Вот Вот С тех вот С первых вот читок Его первой такой книги большой Вот мы познакомились Потом мы участвовали Во многих городских мероприятиях Открытие Вот Выставки Вот Сабеля Сергея Сергея Вот Петрович сказал Брат его Открытие выставки Городской В других мероприятиях А потом Вот Более тесно Вот как раз Когда Открылся музей Старый Уральск Где Александр Петрович Конечно Был Незаменимый человек Как знаток фольклора Как краевед Как историк И потом хочу сказать Что он Такого Экскурсовода Ну Во всяком случае Я такого больше Экскурсовода не знаю К нам часто приходят Экскурсии И Иногда Петрович не может Он живет за городом Каждый день Он приходит два раза в неделю Иногда Люди придут И мне приходится Экскурсию проводить Нет Вы конечно хорошо проводите Но нам бы лучше Александр Петровича послушать Ну я конечно не обижаюсь Ну такая вот У нас Совместная работа Геннадий Леонидович Вот о работе И вообще как Экскурсовода Да Александр Петрович Многие отзываются С теплотой Мы также побывали На экскурсии Давайте сейчас Посмотрим сюжет Здравствуйте Биби Гуль Здравствуйте Очень приятно Что вы сегодня пришли В наш музей В музей народный Который является В общем-то Душой Нашего старого И древнего города Очень приятно Вот мы с вами находимся В первом зале Это зал с фотографиями Тех зданий Архитектурных сооружений Которые остались Слава тебе Господи И которых К сожалению нет Вот например Где сейчас Акимобласть У нас находится Это раньше был Торгово-промышленный банк Вот это Замечательный дом Дом принадлежал Давыд Мартимьянович Бородину Где кинотеатр Гагарин Вот сейчас здесь В левом пределе Музей Александра Сергеевича Пушкина А здесь Госпиталь ВД К сожалению Госпиталь Надо сделать Чтобы это был Такой замечательный дом Литературный Вот здесь Должны собираться Литераторы Здесь должна звучать Классическая музыка Вот надо Вот как-то Над этим вопросом Подумать Для мужчины Интересно Что это первый автомобиль Который появился В городе Уральске В 1900 году Житель города Уральска Адвокат По профессии Логашкин Выписал из города Парижу Вот этот автомобиль И он пришел По железной дороге Здесь его разгрузили И он поехал По улицам города Впервые наши улицы Были значит Вот Шум такой Появился Резиновый Такой клаксон У него был Ба-ба-ба-ба Вот он звучал А это, кстати, сохранилось? Нет, конечно Не сохранилось Это фирма Рено Автомобиль Да И вот он Ездил Кстати, вот фотографии Сделано на фоне Теперечнего Областного Крыльеведческого Музея Вот А раньше Это была Как ее тогда называли Ремесельная школа Когда, значит По решению Войскового управления Построили ее В таком восточном стиле Брали детей Со степи Естественно Дети там Старшин Каких-то более-менее Богатых Обеспеченных Казахов И они сдавали своих детей Для обучения Грамоте И получения Ремесла Определенного Умненькие Шли дальше А остальные Возвращались Ну Интересно Вот это стоит Казан большой Почему он здесь стоит Потому что на нем Дата 1833 Как раз тот год Когда приезжал сюда К нам Александр Сергеевич Пушкин Ну Пройдемте В другой зал Следующий зал Нашего музея Это музей Рыболовства Уральские казаки Не занимались Землепашеством Ну По нескольким причинам Хоть они и гордо говорили Что земля И саха Плуг Это кабала А на казаки Нам нужна Вода и воля И бешеная казачья доля Вот так они говорили Это такая присказка есть Но на самом деле Все проще Дело в том Что здесь Вот мы сейчас уже знаем Зона рискованного земледелия Это первый вопрос Один раз посеяли Вырастет Пять лет Ничего не будет расти Второй вопрос Они люди военные Постоянно вызывались На службу На войну И практически В поселках Истаницы Оставались одни женщины Ну кто будет пахать и сеять У них поэтому Основное занятие было Рыболовство Мы знаем Что вот здесь Рыба Рыба Это не караси и чебаки А это красные рыбы Которых было столь много Что вот перегородка Учук Мы с вами там вот В первом зале Видели перегородка Вот так вот Качался этот Учук От напора Вот этой красной рыбы Ее было очень много Но было очень хорошо Организовано рыболовство Никто пока рыба Метала икру Два раза Красная рыба Заходит с Каспийского моря Весной Отметать икру В пресной воде В теплой И вернуться назад Нажирует И зимовать Опять она приходила И вот по инстинкту Вот этот Миллионлетний круг Он и предполагался И был Такой вот круг Тогда вода была чистая И свежая Так вот Казаки так устроили Об этом даже писали Карл Марк В своих работах И Фридрих Энгельс Никто к Уралу Не подходил В течение лета Потому что рыба Должна спокойно проплыть На верестилище Отметать икру Никто не стирал Не купался Ни моторки Ни на лодках Не плавали Женщины черпали воду Колонок не было Они очень тихонечко Входили в воду И вот так зачерпали И все Скотину поили В черных речках То есть заливчики Какие-то озера Там все И поэтому рыбы Было так много Экспонаты Они у нас Не постоянно На одном и том же месте Мы постоянно Их меняем Вот весной Была значит У нас экспозиция Открылась Уральск православный Вот это древние Старые иконы Которые по 150 И даже есть по 200 лет Здесь естественно Два креста Это для проведения Крестных ходов Вы видели наверное На Пасху На другие праздники Ходят значит Верующие Вокруг церкви Там вот колокола Целые есть Дай бог И есть разбитые Деятельства Большевиков И вот этот уголочек Очень интересен Для любого Любознательного человека Мы здесь видим Фотографии И бюст Александра Сергеевича Пушкина Льва Николаевича Толстого И я быстренько Вам сейчас пробегу Хочу вам рассказать Что он такой город Как наш Уральск Такого второго Нет вообще в мире Нигде Не было ни в Российской империи Ни в Советском Союзе И конечно не будет Почему я так заявляю Потому что Вот волей наверное Божией По другому не скажешь Вот Здесь было столько Известных во всем мире людей И даже великих О которых знают во всем мире И вот они были в нашем городе Я не говорю Москва и Петербург Там или какие-то другие города Это само собой Быстренько перечисляю Ермак Тимофеевич Марина Мнишек Степан Разин Емельян Пугачев Иван Андреевич Крылов Александр Сергеевич Пушкин Суворов Александр Васильевич Гаврила Романович Державин Будущий император Александр Второй Его дядька наставник Который здесь с ним был Василий Андреевич Жуковский Владимир Иванович Даль Известный тоже во всем мире Здесь был Короленко Шевченко Композитор Алявьев Виталий Бианки Сослым был сюда Были Петрашевцы Поэты Уж перечислять их Не буду их И конечно Вот этот долгий список Можно завершить Человеком Известным во всем мире Естественно Нобелевского ряда Классик мировой литературы Михаил Александр Шолохов Здесь был Курман Газы Сагербаев Известный казахский музыкант О котором Никит Федорович Саевич Вот первый дедушка Памятник ему стоит Сказал Если бы ему дать Мировое То есть музыкальное образование Европейское Это была бы звезда Мировой величины Здесь сложилось Как классик Татарской поэзии Габтула Тукай Он прожил всего 27 лет 25 лет здесь был Только уехал в Казань И там умер Нам Не стоит Своим городом Гордиться В хорошем смысле Вот так Такого другого города нет Народ просто удивляется В 1891 году Во имя Петра и Павла Венчался Пугачев Здесь стоял Пушкин На паперте Когда приезжал В 1933 году Гаврила Романович Державин Потому что он Отсюда сопровождал Вот это во имя Казанской Божьей Матери Церковь огромная Стояла Впереди Теперешнего Гуманитарного Университета Имени Мухаммеда Утимисова Ее взорвали Большевики Два этажа Петроинститут Построили Собор Александра Невского Из музея Вить Вот этот садик Вот как раз он был Стоял Занимал целый квартал Вот здесь Вот садик перед нами Сквер вот этот В 1837 году Раньше Чем вот та Золотая церковь Приезжал еще один Я вам сейчас сказал С Василием Андреевичем Жуковским Будучий император Александр II Это был 1837 год И первый камешок Он положил в этот собор Большевики в 1936 году Взорвали и сожгли Вот такая триумфальная арка Стояла вот как раз Напротив Теперь сейчас Где Аким у нас сидит Алтай Куйгинов И между памятником Абая Ее значит Такая арка Стоит в Марокко Две с половиной тысячи лет И в Испанской области Каталонии И ни у одного человека Не придет мыслить Разрушить Большевики ее разрушили В 1927 году К десятилетию Советской власти Вот Геннадий Леонидович Мухин вам говорил Прямил его попасть Царство Небесное Вот мой попасть У него орден Отечественной войны Орден Красной Звезды Вот это боевые награды Есть конечно в конце юбилейные Даже вот справка о ранении Потому что он не обоевал Начиная с 1941 по 1944 год Вот попальничка И вот у нас 44 героя Советского Союза В Западно-Казахстанской области Из них значит Небольшая часть представлена Вот один из них Летчик Малин Вы наверное обратили внимание Кто тут неудобно положил Самый главный экспонат Вот здесь даже Настоящие документы Звезда Героя Советского Союза Вот Уважаемый Вивигуль Нам очень приятно Что вы посетили наш музей Вот Самое основное Вот вы знаете И говорите всем Как раньше в степи говорили Передай хамар Чтобы прошел Деятельность нашего музея И желание сотрудников Самое главное Чтобы детки наши маленькие Не курили, не пили А прикоснулись К самому дорогому Душевному Что есть на нашей святой земле Самое главное В конце всегда мы говорим Детям, студентам, гостям Которые взрослые приезжают Самое главное на нашей земле Чтобы был мир и благополучие Любые трудности перенесем Лишь бы был мир Спасибо, что вы пришли Вам большое спасибо Пусть все будет хорошо Мы вас ждем До свидания До свидания Вот, Александр Петрович Сейчас мы посмотрели сюжет Нам, кстати, очень понравилось Я обязательно приду еще сама И свою семью приведу А вот, кстати Там я заметила, что вы рассказывали Там вот есть небольшой такой вот стендик О вашем отце Это вот вы сами его организовали, да? Да, когда В один из праздников Вернее, несколько лет назад Я сейчас снимаю Там 7-8, может быть, лет То Организовывали экспозицию Открывал Геннадий Леонидович Посвящен К 9 мая К 9 мая Дню Победы, да? Мои братья и сестры Знаю, что я Имею какое-то отношение к музею Прислали мне вот ордена и медаль Они хранились у другого брата Документы все Справки о ранении Он воевал Я решил, значит, сделать вот такой стенд Который будет навечно В музее Старой Уральской Вот я, значит, сделал с разрешения Иначе Леонидовича Никому не доверил Хотя Я оформлял стенд Нет, папаню я сам оформлю И вот Александр Петрович Вот он просто поражает меня Вот только приходит В музей Сразу идет В тот дальний зал К стенду отца И ему поклониться Поздоровается Вот И вот Так он воспитан Так он воспитывает Своих детей У него два сына Так он воспитывает Своих внуков Он очень Хороший отец Очень хороший Заботливый внук Дедушка Дедушка А вот расскажите, пожалуйста О своих детях, внуках Александр Петрович У меня два сына Они уже достаточного возраста Серьезного Старшему 45 А второму сыну 40 лет У них свои семьи Дочери Сыновья Ребята Я Боженку благодарю Что серьезные Работящие Младший Замечательно Говорит на английском языке Старший Мастер По Автомобилям У одного Две дочери У второго Три сына И конечно Я постоянно Мне слово Здесь приходится Не подходит Я всегда Вот с ними Стараюсь По возможности Находиться вместе Потому что Детки И тем более Внуки Это удивительные Существа С доброй душой У которых Все На лице И все В душе Я очень рад Когда Самый маленький Которому почти два года Подбежит Обнимет Я чувствую Ее Как бьется Сердечко Я чувствую Его Запах Вот этим Молочком Вот этим Ребеночком Ну я думаю Что они мне тоже Отвечают Такой же Любовью Как За бороду Таскают По просьбе Даже деду За бороду Дерни Я не успею Повернуться Он раз Значит Маленький А те уже Более серьезные Все остальные Приходят В музей Да У нас Старшая внучка Яна Она Геннадий Леонидович Тоже Она его Очень любила Маленькая Была Сейчас Они редко Видятся Мне сейчас Уже 19 год Даже Геннадий Леонидович С доброй своей душой Говорит Вот иди В музей Пока у нас разговор И найди Вот такую Ну скажем Статуэтку Филипка И вот Она ушла Ходит 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 И он Приходит Говорит Я нашла Пойдем А мы уже С ним успели Поговорить О той теме Которая у нас На этот момент Есть И значит Приходит Говорит Это не Филипок Это другой Займись Найди Она остается Добросовестно Искать А мы с ним Продолжаем Свои дела Ну то есть Совмещение Вот такого И такого Ну время летит Время летит Пять лет ей было А сейчас уже девушка Интересный был момент Значит На Новый год Ребята меня всегда Просят быть Дед Морозом Бород мне надо Прилеплять Вот И я значит Одел Красную вот эту Шубу Шапку Папаху одел Традиционно У вас голос такой Как будто Да Ну и значит Пост У меня мешок С подарками И приехала моя сноха Вот младшего сына Жена А второй сын У него три сына Был еще маленький Тоже где-то Годика полтора-два И вот он Что-то раскапризничал Он такой Как бы сказать Вот Сторонится И не хулиган Ничего Он очень умненький Мальчик Сейчас он уже Перешел Во второй класс И он значит Я когда увидел Они в хоровод Стали Он что-то там Закапризничал Я просто автоматически Подошел Посохом В эту руку Взял Его приподнял И к себе И он был поражен Удивился И потом вдруг Он во мне узнал Деда И говорит Деда Я блиночков хочу Да Они такие трогательные моменты Они запоминаются На всю жизнь Ну вот Александр Петрович Вернемся К музею Старый Уральск Вообще Я Вот так наслышанно И сама знаю Что Вы работаете Как-то вот В этом музее Ну в принципе Как и Геннадий Леонидович Да Так вот На собственном энтузиазме Что называется Вот Название свое Народный музей Он и оправдывает То есть Вы работаете Бесплатно Это так? Да Вот Та энергия Которую Дала Давала Наталья Акимовна И В общем-то Состояние Тоже нашей души Я уж так Простите меня Что какой-то Сам себе Там комплимент Я говорю У нас Геннадий Леонидович Очень добрейший человек И Андрей Николаевич Который болеет Тот сейчас Немножечко К сожалению Нам никто денег не дает Нас спрашивают Чего вы бесплатно Работаете? Мы говорим Да нам никто и не дает Как никто не дает? Ну вы хоть билет продавайте Мы говорим Мы и билет не продаем Потому что это будет связано С какой-то документацией Там налоги Вот Геннадий Леонидович Вот Геннадий Леонидович Лучше меня ответит Поэтому мы просто Приходим И Рассказываем И показываем Все что там есть И конечно Просим Их Деток Студентов Или учеников Беречь Своих руководителей И преподавателей Которые с ним приходят Потому что они Отдают им все Деткам этим Вот это наша задача Своими слабыми усилиями На которые мы способны Возродить Вот в этих детках Любовь К истории Родного края Любовь к родной земле Уважение к старикам Уважение к куску хлеба Не кидать его Куда-то А беречь И К нашей экологии У нас было столько рыбы У нас было столько угодий К сожалению Что-то вот так вот получается И самое главное Завершает вопрос Всяким делом Должен заниматься Профессионал Вот этого дела Беда Коль пироги Начнет печи Сапожник А сапоги Тачать Пирожник Иван Андреевич Крылов А у нас К сожалению По всему миру Получилось так Что вот И мы этого тоже не избежали Что работают Или на должностях Совершенно люди Непрофессиональны Вот это очень плохо Это касается всего Образования Краеведения Археологии Науки Серьезнейшей И так далее И так далее И так далее Вот всех сфер Вот это какая-то Непонятная бацилла Она внедрилась И это грешат Буквально сейчас все И самое главное Выставляют в интернет Интернет Хорошее дело Я в отношении других Которые говорят Помойки выключи Нет Там есть хорошие сведения Но мы История наука Точная Да Мы серьезная Надо пользоваться Первоисточниками Такие у нас есть В городе Уральске Наши бытописатели И есть старинные Летописи Вот Оттуда Давайте плясать Иначе Бумажку Если ты мне не покажешь Где это записано В каких-то веках То я тебе не верю Подтверждение В подтверждение Любым вещам Любым словам И все У нас как правило Все забывается Вот я сейчас сказал И вы мне пожалуйста Верьте Это неправильно Несерьезно Это очень опасно Для будущего поколения Конечно Которое пойдет за нами Александр Петрович Я вот вижу Что вы Пришли сегодня Не с пустыми руками Вот Я принес книжечку Восьмую свою по счету Для того Чтобы подарить вам Очень приятно Вот И Лично вам А если телеканалу Вашему нужен Конечно Вы подъедете Я вам тоже подарю Если можно Я вам ее подпишу Конечно Буду очень рада Я подпишу Как называется? Называется Живите братцы Пока Москва Не знает Это старинная Казачья поговорка Первая часть У нее есть продолжение У нее есть продолжение Через запятую Узнает Плохо будет Вот такая Ну Это книга О становлении Казачества Яицкого 16 век Вот самые истоки Самое начало Это интересный материал И краеведам И журналистам И учителям Почему? Потому что Я это Заявляю Конкретно Что все написано На фактическом материале Подтверждением тому 13 лет Я писал эту книжечку Это начиная от Геродота Я из Материал брал Вильям Рубрук Это братья Марко и Никола Поло То есть все Вот те историки Наши старинные Я оттуда брал Сведения Которые касаемо Нашей земли Вот этой На которой мы сейчас Вот с вами живем Ну книга Это вообще Такая художественная Книга Объемная Это у Петровича Первая И я скажу Что она пользуется Большим авторитетом И у уральцев И у гостей Города Сейчас вообще Книги Не очень охотно Покупают Дело в том Что и цена Их возрастает Потом Пользуется Интернетом Спрос на книгу Немножко упал Но вот Петровича книга Очень хорошо Распространяется Каким тиражом Была создана? Ну 500 экземпляров Практически Уже она заканчивается И я думаю Что если мы Найдем спонсора Мы еще Издадим Еще один тираж Потому что Книга этого заслуживает И тем более Что О этом периоде Становление Яицко-Уральского Казачьего войска Книг художественных Нет Вот это Такая первая Книга Если например Про донских Про терских Казаков Много книг написано То вот Про Яицких-Уральских Это вот Первое Ну я думаю Не последнее У Петровича Большие планы Я Может быть Секрет Выдам Ты потом Меня не ругай Он сейчас заканчивает Киносценарий И мы надеемся Что вот Увидим Наших героев Наших предков На экранах На киноэкранах Да вы что Киносценарий Это видимо Какой-то заказ Александр Петрович Да? Заказ Будет меня ругать Тайно выйдет Говорят Поделившись планами Сразу ничего не сбудется Ну будем надеяться Что Боженька нас пожалеет В отношении вот этой книги Ну надо сказать Что Те книги Которые написаны ранее Они каждой Прошла по два По три издания Правильно Их переиздавали Не по пятьсот А много было По несколько тысяч Переизданий Потому что наши Уральцы бывшие Приезжают Иностранцы берут Интересно им Вот эта книга Живите, братцы Она тоже Два издания уже было Одно Я не могу его Не вспомнить Это Владимир Петрович Акмайкин Издатель фирмы Издательской Софи Стайл Он издавал Второй Второе было издание Вот точно этой книги Там другая обложка Там рисунки Хочу поправить Она в продаже не была Не была Это был такой договор Вот ему Печатали эту книгу И он дарил ее Друзьям Знакомым И что интересно Она была С диском И там Часть вот Материала Голосом Петровича Его Неподражаемым Вот Неподражаемым Живите, братцы Пока Москва не знает Я пишу Бибигуль Я вас люблю Это лично вам Спасибо большое Александр Петрович Очень приятно Автор Число поставь Примите на добрую память Мою книгу Спасибо большое Пусть все будет у вас Спасибо большое Я сегодня Тоже не один Вот то, что Описано в книгах Все опирается В нашей жизни На песню Песня Она вбирает в себе Вековую историю Потому что В песнях Любой человек Высказывает Свою печаль Своё Какое-то горе Радость Любовь Разочарование Всё это уложено В песню Это у всех Народов И вот сегодня Я пришёл С тремя замечательными Женщинами Они поют В ансамбле Казачьей песни И вот их голоса Такие замечательные Которые, может быть Для зрителя Покажут Вот всю широту Глубину И красоту Наших песен Биби Гюль Можно я приглашу В студии Трёх замечательных Женщин Которые нам покажут Уральскую песню Конечно же Добрый вечер Добро пожаловать В нашу студию К нам в гости Это замечательные Женщины Которые посвятили Свою жизнь Песне Почему? Да потому что Песня Это душа Народа С особым удовольствием Представляю Галина Валентиновна Спиридонова Александра Петровна Матвеева Легенда Нашей песенной Культуры Она очень и очень Давно занимается С молодежью Учит Как правильно петь Это Лидия Есипова Дай вам Бог здоровья И пусть ваша душа Продолжает петь А мы будем радоваться Над рекой широкою Быстро синей окою Над Уралом Батюшка Золотой закат Берега песчаные Избы деревянные Ежевикой да грибами Этот край богат Берега песчаные Избы деревянные Ежевикой да грибами Этот край богат Ухо со стерлядочкой Да укропчик с грядочки Выпьем и по чарочке Да и по другой Самосад прокурится И душа разуется Бакинчик не хмурься брат Аль уже хмельной Самосад прокурится И душа разуется Бакинчик не хмурься брат Аль уже хмельной Да все разгорается Разговор меняется Жизнь брат не кончается Только вспомнишь друг Косу темно русую И глаза чуть грустные Трепет радости в груди От касанья рук Косу темно русую И глаза чуть грустные Трепет радости в груди От касанья рук Все что мне отмерено То и жизнью елена До конца и бережно Родину храни Под березкой кленами Здесь душа моя поет Оттого и хочется Все вокруг любить Под березкой кленами Здесь душа моя поет Оттого и хочется Все вокруг любить Слышит звон церковный На душе спокойно Завтра снова сутолока Сотня разных дел Над рекой широкою Быстрой синей окою Над Уралом над рекой Вечер догорел Над рекой широкою А быстро синей окою Над Уралом над рекой Вечер догорел Уважаемые гости А вот поделитесь своими планами На будущее Что вот еще Может быть Хотелось бы обязательно Сделать Свершить Написать Геннадий Леонидович Ну сейчас вот например Мы готовимся У нас вообще работа такая Экспонаты не постоянно Одни и те же Мы проводим тематические Выставки Вот была большая выставка 9 мая Где мы выставляли Все материалы Связанные с уральцами Участниками войны Ордена, медали, награды Фотографии, письма Даже такой вот Грустный документ Похоронка Мы проводили вот Тематическую выставку Посвященную 218-летию Александру Сергеевичу Пушкину Вот буквально Мы отмечали вот этот праздник На уровень города вышли Выходили к памятнику Возлагали цветы Потом большая программа В драмтеатре Мнеостровского Очень было много народу На этом мероприятии Ну и вот мы Планируем До конца года Еще Провести ряд таких мероприятий Чтобы Привлекать как можно больше Людей Уральцев Школьников Студентов Далее вот по инициативе Александра Петровича Мы будем Тематическую Но уже наверное Постоянную Такую Выставку Портретов Будет называться Эта выставка Люди Посетившие Уральск Приглашайте Будем рады Прийти Обязательно Да И вот пользуясь Возможностью Приглашаю всех Уральцев И гостей Города Посетить Наш музей Мы народ Смею сказать Творческий У нас очень много Творческих планов Подтверждению Тому Вот это Благодарность Людей Которые приходят В наш музей Но задача Наша Очень Имеет Глубину Большую Почему Потому что Мы занимаемся С молодежью Вот это Наверное Можем быть Чисты душой Перед Богом И перед людьми Как обычно Так говорят За то что Все направление Нашего музея И Издание книг И проведение Экскурсии И проведение Мероприятий Направлен На самое главное Я это уже говорю Второй раз Здесь В студии Направлен на мир И дружбу И благополучие Спасибо вам что нас Пригласили Пусть все Спасибо вам большое Спасибо вам большое Я Также В свою очередь Вас благодарю За Такую Интересную Беседу Благодарю Этих прекрасных Дам Вас Уважаемые Мужчины Хочу пожелать Вам конечно же Творческих успехов Здоровья Здоровья Самое главное Ну и долгих лет Жизни Чтобы вы В наших рядах Были как можно Дольше Ведь именно Вот на таких людях Строится История Она передается Из поколения В поколение И сохраняются Те истины Как вы сказали правильно Истина Она сохраняется И передается Это очень важно Я уверена Что мы еще Обязательно Встретимся В нашей студии И обязательно Мы посетим Не раз еще И ваш музей Старый Уральск Спасибо большое А я напоминаю Нашим телезрителям Что это была Передача У нас в гостях Мы встретимся Совсем уже скоро И зададим Не менее интересные Вопросы Не менее интересным Гостям До свидания Редактор субтитров А.Семкин